О, на ЦТ. Мы же сегодня о Беларуси. Знакомьтесь, Вадим Боровик. И здесь можно говорить уже о нашей идеологии, как Беларусь. О нашей мягкой силе. Беларусь, как Ноев ковчег спасения. Вот, вот, вот. А вот я об этом хотел поговорить. Послушайте, хватит отступать. Вот эти ценности традиционные. Я сейчас буду утрированно говорить, чтобы зритель запомнил. Это не значит, что Министерство образования меня на это уполномочил. Это мое мнение Боровика. Слава богу. Но когда у нас девственница начала начать школу. И вот девственница закончила школу, мы ей централизованному тестированию добавляем несколько баллов. И она проходит. Потому что, да, у нас меньше будет ЭКО. И школы будут... Круто. Плюс балл. Плюс баллы девственницам. Мое почтение. Будут выходить девственницами, станет меньше ЭКО. Живем, ребят? Мы живем же? Логично. Наверное. У нас будет более здоровая молодежь. Они будут понимать, что есть традиционные ценности. Добавили баллов на экзамене и тут же... Ммм, оказывается, существуют традиционные ценности. Вот как оно работает. Мы не будем воспитывать, какие презервативы одевать. Ну, слушайте, на самом деле неплохо. Залетаешь на ЕГЭ. И девочки сразу отходят в соответствующую комнату параллельную. Вот так вот, сразу в такой вот позиции залетают туда. И там гинекологи. Они в юбках обязательно должны быть и без трусиков. Сразу же. Вот так вот проезжают. Сразу такой вот конвейер создаем из колесных таких кресел. Они вот так вот едут по очереди. И гинекологи, гинекологи вот так вот стоят. Вот так вот смотрят. Девственница. Вух, не девственница. Фух, девственница. Вух, не девственница. И таким образом проходит начальная стадия ЕГЭ перед экзаменом. Вот я думаю, прикольная идея. Мне нравится. Мне нравится. Хороший заход, как минимум. Оригинально. Вашей школе. А мы будем ее учить, что надо уважать мужа. А муж должен уважать жену. Что ребенок. Приоритеты в семье. Понимаете? Вот этому надо учить. Да, это именно так и работает. Ну, давай расскажем. К вам мои подружки, мягкие игрушки, ложькие веки. Добим три сезона Джо Джо. Двадцать три. Двадцать четыре. Ребята, срочно донатим, потому что мы уходим еще раньше, соответственно, кучу серий Джо Джо. Внимание, я обеими руками за то, чтобы муж уважал жену, а жена мужа. Только вот разговоры об уважении, проблему ранних беременностей и распространение ЗППП никоим образом не решат. Но об этом мы еще поговорим подробнее. Сегодня у нас любят эмансипация, феминизм. Мы никогда не будем ущемлять женщин. Но если мы сегодня девочку научим уважать мужчину, а мужчину научим быть главой семьи. Не прошло и двадцати секунд, а женщину все еще учат уважать мужчину. А вот мужчина уже учится быть главой семьи, а не... Нормально. Глава семьи. Че нет? Уважать женщину. Оперативненько. Тогда у нас не будет сорокалетних лбов, которых содержат матери пенсионерки. Сколько у нас таких... Которые пьют, не работают... У чувака логика просто офигенная. Прям... Прям 10 из 10. И потом на митинге. А потом на митинге. А потом на митинге, да. А все почему? Просто девственниц мало. Вот мы с... Да, надо повысить количество девственниц сразу. Зашивать, я думаю, надо. Надо зашивать. Поздаем инфантильного мужчину и девочку, которая хочет в 18 лет сесть в Мерседес. К нам приедут, будут ехать со всего мира, потому что они будут понимать, что... А кто не хочет? Их ребенок не начнет половую жизнь в 13 лет. Потому что будут рассказывать о традиционных ценностях и добавят пару баллов на экзамене. Звучит как идея для неплохого стартапа. Ну... Охуенная идея. Рабочая, как швейцарские часы. Она точно сработает. Мы уверены. Да, она точно будет работать. Чтобы не было 40-летних лбов на содержание матери, давайте девственницам баллов на экзамене накинем. И проп... Да, прям, ну, действительно логично. Презервативы не будем рассказывать. Пусть сразу после поступления заболеют и рожать. Вообще, это же сексизм какой-то. А как же парни? Пока мои одноклассники ходят направо и налево, я храню свой. Так, цветок хранят девушки. А что хранят мужчины? Берегу себя для той самой единственной, чтобы стать настоящим лидером семьи. Или чтобы стать лидером надо наоборот как можно больше цветочков опылить. И мне за это никаких дополнительных баллов? За хранение... Это ваше видео-трактор. ...а не опыление. Это важное уточнение. Еще один момент. Когда мы говорим о девушках чистых листочках-лепесточках с одной стороны... Чистых листочки-лепесточках. ...и с другой, мужские похождения это иное. Ну, помните, замки, ключи, плох тот замок, хорош тот ключ. Очень часто из поля зрения таких товарищей ускользает тот факт, что какая бы ты ни была девственница-распрекрасница, еще и дополнительные баллы на ЦТ за это получила. Если твой уже муж, мы здесь за традиционные ценности, скажем так, не мальчик, если вы понимаете, о чем я говорю, велика вероятность, что уже после первой брачной ночи наш цветочек-лепесточек подхватит целый букет болезней, которые вряд ли помогут забеременеть. Но зачем об этом говорить? У нас же пытаются регулировать именно женскую сексуальность, сексисты покинули чат. Пацаны же не поймут, если серьезный мужик с ТВ заявит, что мужчина должен хранить себя. Это же как-то не по-мужски. У нас есть и другие важные характеристики. Это вон бабам больше предложить нечего. И еще один бонус. Мы ж теперь семья. Мы ж в отличие от тех... БЕССТЫДНИКОВ Тут детишек делать будем, а значит, никакого предохранения. В общем, привет, вчера еще девственница, а сегодня уже с гонореей. И вот именно поэтому боретесь за чистоту? Не, ну на самом деле, чувак тоже перебарщивает с тезисами. Если кто-то ведет сексуальную жизнь, это не значит, что у него есть какие-то заболевания. Ну, хоть какие-то, наверное, есть. Там ВПЧ какая-нибудь штамм, вероятно, просочится. Но это... Вообще следует заметить, что наибольшая часть венерических заболеваний, ну... Ну, они такие, какие-то незаметные, невидимые, невидимые, неощущаемые. Это, короче, фантомы, соответственно. Которые иногда могут приводить к не очень хорошим последствиям. Иногда как-то проявляются, но не то чтобы очень сильно часто. А есть серьезные, да, конечно. Но то, что вот у человека будут серьезные венерические заболевания, во-первых, это нередко можно заметить. Особенно если вы знаете, что какие они существуют, да, и так далее, и так далее, и так далее. Не выключайте свет, не выключайте свет. Обязательно рассмотрите половые органы своего партнера, если вы собираетесь заниматься с ним сексом без предохранения. Соответственно. Ну и, скорее всего, вы что-нибудь там найдете. Какие-нибудь там пупырышки, пятнышки и прочие странные штуки, неприятные покраснения, незапланированные, какие-нибудь трещины, еще что-нибудь. Стремитесь сократить количество ЭКО? Да, как вы помните, герой сегодняшнего выпуска связывает женскую девственность и ЭКО. Его право. Наш право сказать, что? Говорите о необходимости хранить себя и женщине, и мужчине. Ну, опять же, замки, ключи. А вообще, конечно, весело, как некоторые персонажи практически все связывают с половой жизнью женщины. Не, ну, с женщиной тут немножко просто поопаснее ввиду законов. Ну, то есть, ну, ну, ладно. До брака вообще плевать, что что было, что не было, вообще безразлично. В смысле, шадо вернулся, я здесь. Безразницы, что было до брака. Вот во время брака может получиться очень неприятная ситуация. Вот она забеременела от другого, а муж вы, соответственно, и вы воспитываете чужого ребенка. И у вас возникнет множество проблем, потому что ребенок буквально на вас записан. И вы, если вдруг произойдет расставание, оно, наверное, произойдет, будете за него платить. Вот эта ситуация из разряда, ну, очень неприятных. И для того, чтобы с этим как-то бороться, нужно очень так нормально по законодательству и по применительной практике пройтись, чтобы не возникало всяких проблем тотальных, вот именно вот с такой темой. Болезни, цвет лица. Ну, то есть, смотрите, измена женщины в семейной жизни может скатиться в полный трешак, где мужчина будет не просто лохом и оленем и дегенератом, он просто будет чужого ребенка воспитывать, тратить свои деньги и до конца жизни будет проплачивать за жизнь чужому ребенку. Трактир спрашивает, гентест? Трудно, дорого, наверное, и не всегда, в общем, сработает. То есть, опять же, вероятно, трактир, тут еще от кого она залетела, главный вопрос. От кого она залетела, тоже интересно. Вдруг она залетела от некого неизвестного персонажа, которых было вообще много, и отыскать нужного не представляется возможным. Генетический тест возможен, да, допустим, но это вроде бы как-то не так уж и просто все провернуть, чтобы еще ребенка признали не вашими, чтобы вы от него отписались. Ну, то есть, если ребенок рожается в семье, как я понимаю сейчас, с юридической практикой, это просто куча трудностей, соответственно. Это огромное количество трудностей. Характер, бесплодие, чувство стиля, все. Ну, то есть, вот в данной ситуации, если у семьи рождается ребенок, это просто адский трэшак происходит. То есть, измена женщины, это не просто, она там шуры-муры с кем-то покрутила и нормально, да? Не-не-не-не-не-не-не, в ее случае это может получиться на еб года. Это хуже, чем там 11 друзей Оушена, это хуже, чем вообще все вместе взятое зло, связанное с грабежом и воровством. Это просто адский трэшак может выйти, понимаете? А измена мужчины, ну, он в семью ребенка вам не завезет, так скажем, скорее всего, да? Уже хорошо, уже хорошо. То есть, личинка не появится в семье из-за того, что он там где-то изменять кому-то начал. Ну, просто семья может распасться, но это уже другое. То есть, женщина может подставить здесь мужчину прям вообще по-крупному. Измена женщины в семейной жизни с учетом нашего современного законодательства, это ад, это безусловно ад. Что оттуда? Конечно, поступило. Пять баллов за девственность свое дело сделали. Мы с Сережей по-другому развлекались. Не, мам, не прошел. Так кто же знал, что Маруська девственницей окажется? А счетчик входящих нужно комиссии прям озвучивать? Или можно справкой? Абитуриент Скакалкина, ваше заявление я вижу, но вы еще не продемонстрировали свою девственность. Вы вообще можете себе подобный сюр представить? А почему бы тогда не давать дополнительные баллы за сбор макулатуры? Друзья, не забываем заказывать видео. Вон, Оленька всегда себя за партой тихо вела. А некоторые подростки на самом деле уже в школе помогают обществу. Например, участвуют в жизни приютов. Почему бы им баллов не накинуть? Может, все же в приоритете будут знания будущего медика, экономиста, историка, а не особенности половой жизни. Прикинь. Ну, опять же, кстати, по отбору студентов, я бы, например, снизил процент приема по вот этим вот замечательным знаниям. Ну, потому что эти знания ничего не значат. Опять же, школьная биология, она не значит, что вы в итоге станете замечательным медиком. Неожиданно, да? Потому что курс биологии строится по несколько другим основам. Да, там анатомия есть, но это чуть-чуть совсем. Это чуть-чуть маленький такой анатомический курсик, который почти ничего не значит на самом деле. Вот эти все замечательные знания, которые еще студенты забывают периодически, им свойственно забывать всю эту ерунду после ЕГЭ, после школы, это все далеко не самое важное. Это даже довольно вторичная штука, на мой взгляд. Ее можно учитывать, но чтобы в университет не попал ну совсем уж идиот. Ну, сами по себе эти знания, они ничего не значат, потому что они даже чаще всего отвязаны от той темы, которой человек будет заниматься. Ну, ладно, история, историк будет заниматься историей. Но если человек идет на физику, он вряд ли потом начнет увлекаться каким-нибудь там, не знаю, механикой Ньютона, потому что сейчас механика Ньютона не то, чтобы все очень сильно занимаются. Сейчас основные ходовые темы, это что-то более современное, какая-то там теория относительности, теория струн, еще что-нибудь. Да, если инженер, ну да, механика ему пригодится, но он ее и в университете подтянуть на самом деле сможет. То, что необходимо, то будет подтягиваться в университете по необходимости, как ни странно. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, куда более важный критерий отбора – это мотивация. Ну вот человек мечтает стать музыком, просто обожает. За проезд передаем 50 рублей. Спасибо большое. Почему в РФ нет мужского аборта, когда мужчина до рождения ребенка может отказаться от него, чтобы не платить комплименты? Я согласен, такая штука должна быть, но это не должно называться мужским абортом на самом деле. Это просто возможность отказаться от ребенка, если уж так получилось. Я считаю, что тоже такая возможность должна быть. Это очень грамотно, это очень правильно. Почему-то женщина может выбрать аборт, не аборт. А мужчина не может выбрать, уйти или не уйти, при этом не потерпев каких-то неприятностей. Абсолютно с вами согласен. Все должно быть достаточно однозначно здесь. Но при этом, если мужчина сказал, ты должна рожать, а женщина такая, ну ладно. Если он потом уходит от нее, тогда на него и все аборты, в смысле не аборты, тогда на него все вот эти вот замечательные алименты, комплименты, все надо в полной мере ввалить. Побольше и побольше, по самой большой ставке, какой только можно. То есть, если человек уже взял и дал обещание, все, у нас семья, я хочу ребенка, давай рожай. И вот в такой ситуации человек обязан за это поплатиться, если он потом сливается. Вот. В инсте можно сорвать цветок и до пятого курса, и при этом идеально разбираться в своей сфере. Но проблема в том, что большинство школьных предметов не соответствует с большинством университетских предметов. В университете нет социологии нормальной, общество знания это мусорка просто из предметов. Философии в школе нет. В школе нет нормальной филологии, на самом деле там тоже нет. И, соответственно, если вы будете заниматься филологией, вам вполне возможно вообще не пригодится курс школьной литературы, состоящий по большей части из русской литературы. Вы можете пойти просто на немецкую филологию и послать нафиг Достоевского, Пушкина, Лермонтова и всех, я же с ними. Как ни странно, хотя курсы русской филологии, русской литературы все равно у вас, скорее всего, будут. Скорее всего, будут. Приветствую, браузер Омега. Конечно, конечно, будут. Это правильно. Но профиль-то у вас другой будет. На мой взгляд, именно научиться измерять мотивацию студента, учитывая, чтобы он не был при этом умственно отсталым, конечно же, это очень важно. Это куда важнее, чем просто отбирать по неким знаниям. Знания ничтожны в этом смысле. Но с другой стороны... Знания уже в университете пусть проверяются. Я вот так говорю. Пусть студенты уже в университете свои знания умножают и проверяют. Вот там, там уже университет будет отвечать за то, кого он выпускает. И как же это сократит количество ЭКО. Проблема всех этих вместо презервативов мы будем рассказывать девушкам о... Заключается в том, что нравится вам или нет, люди, в том числе и молодые люди, все равно будут заниматься сексом. Да, знаю, звучит ужасно, пошло и вообще где мои ценности. Сколько бы вы не рассказывали о том, как здорово быть девственниками... Стоп, девственницами. На парней-то в этом вопросе всем наплевать. Ну, в общем-то, как обычно. Люди будут вести половую жизнь. Вот простой пример. Все, реально все, но кроме совсем аморальных товарищей, знают. Садиться за руль пьяным нельзя. И? Сколько у нас аварий происходит с нетрезвыми водителями? А воровство? Каждый знает, что воровать плохо. Нет ситуаций, в которых воровство считается нормой. В обычном обществе, не среди преступлений. Робин Гуд. Робин Гуд, он ворует у богатых, чтобы передать деньги бедным. Коммунисты многие считают, что имеет смысл своровать у бедных, у богатых в смысле, у кулаков, буржуев, чтобы передать деньги бедным. Что-то ты врешь, чувак. Нет, ты врешь, ты врешь, ты врешь. Ты абсолютно не прав, абсолютно не прав. В разных сообществах по-разному относятся к воровству и разным его формам. Так что давай как-нибудь по-другому. А то я уже прервижу комментарии. Вот, на улице нельзя, но дом можно. Нет. Но, тем не менее, люди воруют. Как бы ни демонизировали секс, половые отношения в семье это основа продолжения рода. То есть даже в уме самого заядлого традиционалиста, интимные отношения в каких-то в семье ситуациях, в семье приветствуются, детишки превыше всего. Но если даже то, что везде запрещено и порицается, все равно происходит с завидной регулярностью. Да, я права с пьяницы за рулем. Почему то, что в определенных ситуациях приветствуется, вдруг каким-то магическим образом испарится из жизни молодежи? А, дополнительные баллы на ЦТ и душеспасительные беседы. Если засунуть голову в песок, я в домике, проблема никуда не денется. Низкая культура и отсутствие знаний в данном вопросе не лучше. Если принимать инслов без экзаменов, тогда аудитория убермаргинала наконец-то сможет поступить в университеты. А ладно, ну и... Способ контрацепции. А уж баллы на экзамене тем более. У них тут любовь до гробовой доски. Почти каждый думает, что вместе и до конца. Знаете, что для меня в 16-17 лет стало лучшей традиционной ценностью? Книга о болезнях, передающихся половым путем. Вот, серьезно. Когда ты узнаешь, как весело можно провести время в больнице буквально после первого же раза, начинаешь понимать, а куда мне... А можно не провести. Вообще, книжкам, которые так или иначе связаны с заболеваниями, надо обращать внимание на процент. И если процент ниже 50, уже нормально. Меньше 20% что-то произойдет, уже хорошо. Меньше 10% вот вообще отлично. Если что-то происходит с вероятностью меньше 5%, ну вы можете вообще сексом заниматься просто во все дыры и щели и... Ну не заболеть. Нормально себе так жить. Собственно говоря, торопиться. Нет, это, конечно, абсолютно безнравственная позиция. Вот, воздержание ради баллов. А вообще печально, что в наших странах разговоры об уважении противопоставляются знаниям о здоровье и планировании семьи. И да, учить нужно не девочек уважать мужа, а мужа жену, а людей уважать других, вне зависимости от их статуса. А то уважение социальных ролей порой и приводит к тому, что люди сохраняют видимость отношений только потому, что... Ну, это же глава семьи, так принято. И... Я тоже глава семьи. И вообще у нас ребенок в приоритете. А потом просто спросите, а что это она раньше не ушла? Так вот, у нас умные дяди с ТВ готовы прям с пеленок учить мужей, а не людей уважать. И баллы за девственность добавлять. Если вам... На самом деле он просто выдавил из себя кучу, 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 кучу мусора, увидев по телевизору какую-то странную передачу. Ну, вот если по правде так прокомментировать. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарий. Не, лайка не будет. Сорян, чувак, не будет лайка. Залегу.